Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем эфир передачи чемпионата по трейдингу 2018 года. И с нами сегодня лидер чемпионата наш коллега, трейдер Антон Шайнер из Саратова. Антон, приветствуем вас! Здравствуйте, Игорь, здравствуйте, коллеги! Приветствуем вас! Давно вас не было. Я помню, что мы с вами года два назад обсуждали тему торговли по теории хаоса. У меня вопрос, эта тема сохраняется в вашем стиле торговли или уже все по-другому? За два года многое может поменяться в этой жизни? Да, за два года на самом деле многое поменялось, но торговая система осталась та же. Просто за это время я ее дорабатывал и, собственно, все это время занимался активной торговлей, реальной торговой, в реальных счетах и совершенствовал свою торговую систему. В основе лежит теория хаоса, описанная в книгах Белл и Уильямса. Собственно, базовый алгоритм своей стратегии, точнее, базовый алгоритм стратегии я снял видео, которое публиковал на своем YouTube-канале, выложил на своей странице. Все желающие, кто-то еще его не видел, могут с ним ознакомиться. Там я писал алгоритм своей стратегии. Собственно, 80% этого алгоритма. Я понял вас. Антон, а вы сейчас в офисе. Это офис, вы с коллегами управляете активами, или это управляющая компания какая-то созданная, или это фикер какой-то? За это время я создал небольшую команду. В том числе в ней есть несколько инвесторов. Небольшие, правда, счета в управлении, депозиты небольшие. Но несколько счетов таких есть в управлении, ну и на собственные средства торговые. И как раз где-то полтора года назад я запускал проект «Волнашайнер», где планировал разогнать с 2,5 тысяч долларов депозит до 50. А в этом году, собственно, этот проект уже запущен, и просто его пока не освещал. Я буду с двух, четыреста до девяносто тысяч лембр за 9 месяцев. Ну, вообще фантастические цифры звучат, мы очень рады. Ну, во-первых, я очень рад, что вы сделали команду и торгуете, так сказать, вместе с инвесторами, таким единым коллективом. Это, наверное, самый лучший вариант. Как вы строите отношения с инвесторами? Они вмешиваются в вашу оперативную деятельность, торговлю, или просто наблюдают? Нет, просто наблюдают. Мы на начальном этапе отговариваем риски допустимые, максимально возможные, из расчета на одну сделку. И, собственно, я эти риски не превышаю. Если, например, инвестор желает эти риски снизить или повысить, все это определяется в режиме первого времени. Но, предварительно, мы все отговариваем. Сейчас я работаю с инвестором, у нас риск на сделку составляет, точнее, не должен превышать 20%. Я понял. Это не маленькая цифра, но, с другой стороны, система достаточно неплохо себя показывает, поэтому можно, на самом деле, торговать и с большими рисками по данной торговой системе. Билл Вильямс, к примеру, торговал, он утрывался половиной депозита. На своих каких-то счетах наличных я, в общем-то, так и делаю. Ясненько. Понял вас. Хорошо. Хорошо, здорово. Антон, ну что, давайте посмотрим на демонстрацию рабочего стола, на то, как идет у нас чемпионат фирма по трейдингу 2018 года. Коллеги, давайте все вместе посмотрим. Я обновляю вас на глазах. И вижу, что лидером является Антон Шайнер 112%, на втором месте Евгений Питерский 43%, на третьем месте Виталий Кухта 7%. Давайте посмотрим конкретно счет Антона Шайнера. Статистика. Видим, что 5 сделочек открыты, они все плюсуют. Что вы 112% в моменте, также эта цифра стоит. Антон, ну что вам хочу сказать, видя, что 5 сделок плюсуют и 112% в моменте. Могу только сказать то, что я говорю обычно всем трейдерам в этой ситуации. Я громко кричу, кройся, кройся. Как вы ответите на этот призыв? Нет, я еще подожду. Как минимум до конца недели. Сейчас сигнал, на самом деле, по которому у меня открыты сделки, 5 штук. Это на самом деле всего один сигнал. И, ну, просто я наращивал позицию. Я понял, лесенка, лесенка. А по какому инструменту, в какую сторону? Поскольку он уже в значительной части отработан, уже раскрыть секрет, я думаю, можно. Я могу сказать по предыдущему инструменту. Ага. Нет, подождите, подождите. Вы нам по этому скажите. Запалите Грааль, в чем вы стоите? Я могу сказать и по этому. Дело в том, что представьте, если я сейчас назову этот инструмент, я ошибусь. А сейчас большинство, например, ну, или кто-то по нему откроется и получится бы этот. Виноват буду я. Слушайте, да вы знаете, как народ будет рад, если вы ошибетесь. Вы думаете, что все прям такие вот прекраснодушные, все такие эти. Все наоборот сидят в шоке. 112% за месяц намолотил человек, а мы не можем. Вот поэтому... Не, ну, если вы настаиваете, я могу сказать. Да, настаиваю. Ну, если это не военная тайна какая-то, то, конечно, нам интересно. Какой секрет? Я продаю евро к африканскому руанту сейчас, на данный момент. Евро-Зар. Евро-Зар, южно-африканский рент. Я понял вас. Продажа доллара, вы верите в рент, короче? Даже евро. А. Евро-Зар, валютная пара евро-Зар, продажа евро. Евро-Зар. Ну, продай эту валютную пару и продай. Я понял. Просто для меня это экзотика, я никогда не нажимал евро-Зар. Доллар-Зар нажимал. Торговали мы в прошлом году активно торговали с одним из трейдеров. А вот евро-Зар даже не нажимал. Это, мне кажется, еще сложнее пара, потому что надо учитывать влияние доллара. Или вы вообще самостоятельно эту пару рассматриваете? Я все пары рассматриваю самостоятельно. По этой паре, кстати, был где-то месяца три назад тоже сигнал, но просто на другом таймфрейме и на покупку. А сейчас вот появился на другом таймфрейме сигнал на продажу. Я его покупал где-то три назад, четыре, а сейчас продаю. И сейчас более как тогда позиция была такая долгосрочная, полтора месяца держал сделку. А сейчас, я думаю, там это неделя, может быть, полторы. То есть достаточной близости уже находимся от ваших целей, поскольку это, скорее, сейчас на самом деле неплохой вариант для входа. Потому что сигнал только начался. И до цели еще далеко. Можно войти небольшим лотом, к примеру. Могу даже сказать, где у меня стоит стоп. Стоп у меня стоит на уровне 16-70. Ну, там с учетом у всех брокеров по-разному там спреды, чтобы уж не обмануть. Ну, 16-72 вот так. Я понял, я понял. Слушайте, ну, коллеги, я обращаюсь к участникам Идрайт ТВ. Антон Шайнер дает вам идеальные условия работы. Если вы заработаете, вот сейчас заходите все, продавайте Еврозар. Если заработаете, заработаете вы. А если потеряете, виноват Антон Шайнер. Это же вообще идеальные условия. Вообще никаких проблем. И сигнал вы видите глубоким. А все-таки хочу для себя уточнить, не уловил. А почему вы сами так говорите, что я только до конца недели, если сигнал глубокий и дальний? Что вы не расслышали? А почему вы говорите, что вы сами постоите в Еврозаре до конца недели? А если сигнал, как вы говорите, такой достаточно далекий, с хорошим тейп профитом дальним? Да. Ну, я эту сделку пока не закрываю. Я ее открыл приблизительно на этом же уровне, который он сейчас находится. Нечуть повыше может быть. И просто это было несколько дней назад. И валюта, она пока такое колебание в боги стороны происходит. Но я ожидаю, как бы, в ближайшее время, ожидаюсь, ну, сильно такого тренда направленного движения вниз. Я понял. Я, кстати, хочу сказать, что если вы хотите держать эту позу, крыть ее не надо. Потому что мы подведем итоги по вариационной ворже в моменте. То есть, что будет? 31 августа в 10-15 утра по Москве я нажимаю кнопочку, делаю скриншот. И кто там чемпион, тот и победит. Крыть позу не надо. Если вы хотите ее держать, держите их и дальше хоть месяц-подвы. В том плане, что не надо фиксировать, мы ориентируемся на вариационную маржу на 10-15. Ну, а там уже, если выгодно открыться, естественно, закройтесь. А если нет, то и не обязательно. Все, хорошо, понял вас. Спасибо большое, Антон. Кстати, вопрос у меня такой. Саратов, вы были в Москве, приехали в Саратов. Это связано, видимо, с инвесторами, я так понимаю. С чем связан наш переход, переезд в Саратов? Связано с семейными обстоятельствами или с трейдерскими, с инвесторскими? С работой. Дело в том, что у меня есть еще основная работа, которую я совмещаю с трейдерскими. И поэтому я здесь. Уточню, Антон, работа связана с финансовыми рынками или это вообще другой бизнес? Вообще не связан. Собственно, и сейчас я собираюсь как бы вновь демонстрировать свою публичную торговлю именно для того, что я ищу в том числе инвесторов для своего проекта, для своей торговой системы, для себя как для трейдера. И в перспективе у меня есть польза создать инвесторный фонд и управлять деньгами инвесторов. Я по смену. Отличный план. А вот та работа, мы вам не помешаем вот этой публичностью? В той работе. Там не уволят вас? Ничего, все нормально? Я думаю, нет. Может быть, наоборот, премию выпишут. А, хорошо. Для меня самое главное. Ютрейд ТВ работает по принципу докторов. Главное, не навреди. А там уже разберемся. Ну, слава богу, я рад, что публичность вам разрешена. Это здорово. Ясненько. Антон, какой дальнейший план до конца чемпионата мира остается на три дня? Будете новые позы открывать? Будете еще искать какие-то пути? Или просто спокойно досидите эту позу до той точки, которая же будет, там и будет? Если будут сигналы, да, я буду еще открываться. Ну, плюс к всему, как бы, этот сигнал, что неизвестно, чем закончится, да, это... Я открылся, так скажем, очень хорошо. Ну, размер лота у меня сейчас достаточно такой солидный, будем так говорить, для моего депозита. И, собственно, если я ошибся, то я из лидеров могу запросто перебраться в унсайдеры. Поэтому посмотрим, что будет до конца недели. Если будут еще сигналы какие-то, да, я буду добавляться. Я понял вас. Ясненько. Антон, а почему... Да-да. Хочу показать... Не хочу просто, так сказать... Вот сейчас я, в принципе, могу сейчас закрыть сделку, да, но с большой вероятностью того, что я стану победителем. Да. В случае, я хочу показать. Да, я хочу показать результат. И, опять же, если сейчас я закрою ее, значит, я не доверяю себе, не доверяю своей торговой системе, это уже неправильно. Я привык доверяю себе и тому, что делаю, и поэтому не есть ошибка, значит, ошибка. Значит, я буду ее искать, исправлять и торговаривать. Я понял вас. Ну что, настоящий Д'Артаньян. Все понятно, так сказать. Ваше отношение к жизни понятно. Антон, многие коллеги спрашивают, почему у вас счет рублевый? Это удобнее. Ну, для меня так удобно. Мне удобнее сделать, пополнять расчет таким образом, выводить с него рубли. И, ну, просто это удобнее. Мне удобнее работать с рублем. То есть вы заводите рубль, и компания сама конвертирует его в ту валюту, которую вы обогначили. Причем, если у меня депозит был в долларах, все равно, выводя обратно и переводя в рубли, на конвертацию, я все равно что-то потерял бы. Поэтому я не считаю, что если держать депозит в долларах, ты сильно выигрыш от этого. У вас карта рублевая, поэтому вы и живете в рубле. Я понял. И в магазинах я чаще всего расплачиваюсь рублями, поэтому... В Саратове я уверен даже в этом, что так оно и есть. Антон, спасибо вам большое за ваш рассказ. Желаем вам удачи, хорошего настроения и реализации всех ваших планов. Хорошего дня. Спасибо вам большое за внимание, за то, что пригласили на эфир. Всего доброго. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова